Как я говорил ранее, и мне не стыдно в этом признаться, как минимум до 20 лет у меня было мышление раба. И самое забавное, что обстоятельства в моей жизни складывались именно таким образом, чтобы я никогда не смог дойти сам до этой мысли. Меня постоянно отвлекали, мне не давали сосредоточиться на себе. Моя голова была наполнена мусорной пустой информацией, и из этой информации я строил свою ложную иллюзорную картину мира. Моя психика была выдрессирована, и я воспроизводил из себя предсказуемое поведение, которое было очень легко предвидеть. Я точно не был свободным человеком. И только через самоанализ и саморазвитие я начал приходить к этим мыслям. Также мне в этом помогли обучающие лекции и ролики, которые я также публикую в Телеграме. Можете подписываться, друзья. В Телеграме я выкладываю исключительно самую отборную и полезную информацию. А теперь к заявленной теме ролика. Как правило, во всех коллективах в процессе беседы иногда возникают неловкие паузы. И кому-то всегда хочется, чтобы кто-то заполнил эту неловкую тишину. Но только лишь бы это был не я. И тут возникает вопрос. А для кого эти паузы неловкие? И неловкие ли они вообще? Для человека, который уверен в себе, нет ничего неловкого в тишине. Тишина у него не вызывает чувства дискомфорта. Нет такого, что мне нужно срочно что-то сказать, чтобы спасти положение. Зачастую люди сами создают у себя в голове иллюзорные проблемы, чтобы иметь возможность заниматься их решением. Если я хочу, я молчу. Я не обязан вас всех веселить и поднимать вам настроение. Ты не можешь испытывать чувство вины перед другими людьми за то, что ты молчишь. Это же просто какой-то абсурд. Существует как минимум два вида молчания. Либо ты молчишь от слабости и страха осуждения, хотя тебе есть что сказать. Либо ты молчишь, потому что ты сам этого хочешь. Тебе неинтересно говорить, тебе интересно слушать. Ты не пытаешься произвести на кого-то впечатление. У тебя нет потребности всем нравиться. Ты не ждешь чужого одобрения. Ты ведешь себя так, как хочешь ты. На тебя не влияет психологическое давление толпы, потому что у тебя есть персональная сила, которая позволит тебе справиться со всем этим. Если что, ты и один вывезешь. Также бывают такие ситуации в коллективах, когда ты разговорился, всех повеселил, всех заинтересовал. И так смотришь со стороны и видишь, что ты сейчас вообще говоришь больше всех вместе взятых. И в связи с этим ты принимаешь решение немножко помолчать. Проходит немного времени, коллективу не нравится, что ты решил вдруг помолчать. И вдруг кто-то из ребят решается тебя спросить, от чего ты молчишь. Давайте разберемся, что же подразумевает вопрос, от чего ты молчишь в этой ситуации на скрытом языке. На скрытом языке человек, задающий этот вопрос, имеет в виду. А чего ты молчишь? Раньше ты говорил и веселил всех нас, а сейчас решил почему-то замолчать. Нам это не нравится. Раньше ты устраивал такие фееричные представления для всех нас. И тебе даже не нужно было за это платить. Нам не нужно было ходить в цирк за деньги. А для чего, если у нас всегда есть ты и бесплатно? Вот сам я буду говорить мало. Я хочу, чтобы ты всегда нас веселил. Ты очень веселая и увлекательная радио. Не молчи, пожалуйста. Я хочу и дальше наблюдать за твоими бесплатными фееричными представлениями. Именно все это успел уместить в себя вопрос, от чего ты молчишь. И в принципе на этот провокационный вброс, на мой взгляд, можно и не отвечать, но про себя подумать. Я свободный человек. Хочу, говорю. Хочу, молчу. Мне не нужна отмашка или команда. Надо мной нету начальников в моем коллективе. Я также уважаю выбор других людей. Во взрослом мире молчание – это сила, а не слабость. Мне не нужно постоянно прятаться в словах от тишины. Тот, кто молчит, всегда наблюдает. Выдерживай молчание. Всегда проигрывает тот, кто не выдерживает первым. Друзья, я напоминаю вам, что вы можете написать мне на мейл, и мы можем обсудить любую тему ролика более детально и более подробно. Также можем разобрать примеры из жизни. Все, что мы будем обсуждать, остается между нами. И без вашего разрешения я не разглашаю эту информацию. На этом, пожалуй, все. Спасибо вам за внимание и до встречи.